Марксизм как научное мировоззрение Название доклада Марксизм это единственное сегодня научное мировоззрение Приготовиться Шилову Дмитрию Игоревичу Да, вот и мировоззрение, скажем, преподавал я всю жизнь философию И если вы откроете все учебники философии начиная с 1963 года Они издавали довольно часто и они однотипные Все под редакцией Фёдора Васильевича Константинова, академика известного и учебника известного И там нам в предисловии объясняют, что философия это вот мировоззрение Мировоззрение это вот философия и эта книга посвящена изложению мировоззрения И как-то раньше это всё так прочитывалось и вроде усваивалось И, как говорится, так пропускали мимо ушей или что-то такое Теперь, когда я решил, собственно говоря, сделать такой обзор смысла нашей учебы в Красном университете То есть показать, что в нашем университете, в отличие от советских времён В университете изучают целостность марксизма во всех его составных частях И так мы, в общем, делали всегда Ведь вот этим занятиям в разных видах 30 лет 30 лет мы ведём без пропусков Даже я не помню, чтобы неделя какая-нибудь сорвалась Пропуска занятий такого рода Они были большими, там по 100 человек сидело Они были маленькими, там по 20 человек сидело Сейчас сотни тысяч уже, значит, эти занятия прослушивают людей Но они были всегда Значит, ты сказал, что мы всё знаем Мы подаём единство марксизма И это где-то и близко к мировоззрению Но теперь, когда я задумался, значит, всерьёз, чтобы вот это дело обобщить Я понял, во-первых, что, значит, даже мы не всё мировоззрение преподаём Мировоззрение есть такая крупнейшая часть, как науки о природе Мы же их не касаемся Во-первых Во-вторых, философия Фёдора Константинова Они-то касаются не мировоззрения, а только одной части мировоззрения Собственно, философии И как бы прихватизировали эту сферу Что мы занимаемся мировоззрением А мировоззрение – это философия И вот с такого рода зауженным сознанием, зауженным мировоззрением Нас воспитывали, обучали и выпускали жизнь Когда я это осознал, я как бы был в таком тихом шоке сначала Потом начал разбираться Потом понял, что Этот учебник, первый, который мне попал 1963 года Что это за 1963 год? 1963 год – это только что, в прошлом году Были опубликованы материалы 21-го съезда В котором был произведен отказ от диктатуры пролетариата И эти люди, которые писали учебник Они готовили эту программу То есть это люди-предатели марксизма И теперь в этой философии Они подменяют мировоззрение марксизма Своей фактически философии И я начал раскручивать эту вещь То есть мне-то и так было понятно раньше Из Энгельса, из Ленина Что? От философии старой остались Науки о мышлении, диалектика и логика Все, никакой философии больше нету всерьез Есть металлургический подход к естественным наукам Если вы хотите выработать мировоззрение Изучайте методологию, диалектику И изучайте конкретные науки Об обществе и о природе Товарищи, они не пошли по этому пути Это очень сложно изучать Тем более изучать науки о природе И они опять сделали себе философию И начали ее нам преподавать Как некую свою философию Никакой это не марксизм Что преподавалось в университете Это доморощенная философия Были люди, не начальственные Которые в этом хорошо разбирались И понимали, что это неправильно И скажем, Эвальд Васильевич Литков Детский раз писал И разъяснял им это дело Нет, и сегодня, скажем Вот эти старые профессора и академики Вот сейчас выпускают книжку Такой был профессор Солопов Вот недавно опубликовал книжку Мне ее вручил подарить Значит, и я читаю Философия – это наука об общих законах Вот есть какие-то общие законы Которые изучают философию Нет таких законов, помимо диалектики Но в диалектике это всеобщие законы Но даже само вот это общее и всеобщее Они не то сами запутались Не то нас запутывают Они понимают общие Или там наиболее общие законы В природе Потом общие законы в обществе Потом общие законы там еще в мышлении Тогда как Значит, Энгельс говорит Я уж не говорю про Гегеля А всеобщих законов Это значит Они работают в трех сферах И в природе, и в обществе И в мышлении Одни и те же законы диалектики Одни и те же законы логики Но с ними мы работаем И в естественных науках И в общественных науках И в науках о мышлении Это одни и те же законы Но Константинов и компания И которые нас учили Они не выучили эти общие законы Они не знали их Не хотели изучать А те нас не учили И я теперь понимаю Что это только на личной инициативе Скажем, там, моей Или Огородникова Или там, Михаила Васильевича Мы сами до этого дошли И изучили, там, Гегеля Помимо философии Скажем, политэкономию Что вы хотите Можете сделать в общественных науках Без экономической теории Что вы хотите понять в жизни Без экономики Ничего вы там не поймете Или Что вы поймете в жизни Не изучая политической теории Ничего вы не поймете Политика – это концентрированное Выражение экономики То есть это та же экономика Но в ее наиболее общей форме Выраженная в действиях Политических сил Если вы не знаете экономики Которая за ним стоит Вы их не понимаете Но Федор Константинов и учебник Они этого Или не понимают Или я теперь думаю Что они сознательно Просто морочили голову И начальству И студентам общества И студентов бедных Жаль И скажем И раньше Что-нибудь читаешь Непонятно Попускаешь Значит Ну что Ну это бодяга Которую невозможно понять И не будешь Ты ее понять И Это продолжается И сегодня Это продолжается И сейчас Скажем Берете вы какие-то Новые современные учебники В них там Определение мировоззрения И это Определение мировоззрения Где-то у меня даже был Учебник-то такой Значит Которая Невозможно понять Это бодяга Это Винегрет Очки Очки Шестое издание Под редакцией Профессора Ратникова Четырнадцатый год Всякая философия Является мировоззрением Всякая То есть Совокупностью Наиболее общих Наиболее общих взглядов На мир И место В нем человека Значит Это хотя бы Просто Оно коротенько Поэтому простой Поэтому его можно Запомнить Ну и то Что за общие взгляды И что значит Всякая философия То есть Какой-то Бармот Профессор Написал Книгу Философии Это мировоззрение Это издевательство И над мировоззрением И издействие С этим Над определением Мировоззрения Да Вот Выложил я Лист Заклад Зря Профессорские звания Да Не зря Не зря Все это Умил Где вы решили Туда плев Да Мировоззрение Параграф Целой Философия Как мировоззрение Но они Разматривают Философию Как мировоззрение Мировоззрение Общеидейные Представления И принцип Идея Человека По отношению К окружающему миру И сону себе Что это такое Трудно сказать Как сложное Духовное Веление Оно включает В себя Убеждения Идеалы Цели Мотивы Поведения Интересы Ценностные Ориентации Принципы Познания Нарастные Нормы Эстетические Воззрения И другое Но поди Усвои Это Я уж не говорю О том Что никакой Мысли Здесь нет Никакого Здесь Определения Нет По форме Это Определение А по сути Это каша Которая Оставляет В голове Только кашу И студент Ничего Из этого Не усвоит Значит Поэтому Пришлось Заняться Самому Этим Вопросом И понял Что Да Конечно Это Очень Сложная Вещь На самом Деле И Мировоззрение Есть Философское Мировоззрение И скажем У древних И даже До Гегеля Философия Если она Выражена Как философская Система Она была И мировоззрением Поэтому скажем У Аристотеля Было Мировоззрение А скажем У Диогена У него Мировоззрения Не было Или может быть Даже если и было Мы о нем Ничего не знаем Почему Потому что Ну от него Там остались Несколько Значит Таких Высказываний Этического Свойства И таких Шуток Приколов Что Дескать Вот он Там ходил По афинам С факела Его Там Спросили Чего Это Вы Ищите Я Ищу Человека Ну прикол Остроумный Или Диогена Спросили Какой Лучший Возраст Или Женить Диоген Сказал Молодому Еще Рано А Старому Уже Поздно Это Все Хорошо Конечно Остроумно И весело Так Пошутить В аудитории Иногда Но Это Не Мировоззрение Скажем У Аристотеля Философия Аристотеля Философская Система Аристотеля Это Мировоззрение Она Имеет Оно Это Учение Или Эта Система Имеет В своем Составе Все Элементы Мировоззрения А скажем У Диогена Или Там У Ницше Или Еще У кого Нибудь У них Нет Мировоззрения У них Есть Рассуждения По поводу Вот По поводу Человека Ты Идешь Женщине Возьми С собой Крудь Говорит Ницше Почему Он Так Говорит Потому Что У него Не Было Ни одной Женщины В жизни Он Не Знает Как С Ними Обращаться Вот Пойду Возьми Кнут Ну Так Хочется Что-то Нехорошее Скать На Времени Поэтому Мировоззрение Это Серьезнейшая Вещь И Спрашивается Значит Как Быть С Мировоззрением Марксистским Что Значит Мировоззрение В Марксизме Вот Я Думаю Что В Валерий Петрович Он Знает Почему Что Он Написал Курс Философия Такой Толстый И Там У него Раздел О Мировоззрении И Он Там Разматривает Что Такое Мировоззрение Какие Там Есть Мировоззрение И Так Дальше Но Вообще Этим Занимались Вопросом Очень Мало Или Даже Вообще Не Занимались Серьез Я Говорю В Учебниках Государственных У Константинова У него нет Определения У этих Плохое Но оно Есть Определение Есть О чем Говорить А у Константинова Вроде Вся Философия Это Мировоззрение Определения Мировоззрения Нет То есть Опять Он Не Рассчитывает На Умного Читателя И Он Не Хочет Просветить Видимо Читателя А Что Касается Марсистского Мировоззрения То Сегодня Мы Не Только Вспоминаем 200 лет Маркса Но И 170 лет Манифеста Коммунистической Партии И Вот Энгельс Уже В зрелом Возрасте Говорит Что Это Теория Программа Партии И Такое Первое Целостное Выражение Мироззрения И Ленин Об этом Говорит В работах Три Источника И Три Ставных Части Марсистом И Специальный Большой Статье Карл Маркс В Статье Я там Подробно Об этом Говорю Сейчас Не то Времени Значит И Ленин Говорит Что Первое Манифест Министической Партии Это Первое И Наилучшее До сих Пор Выражение Нового И Вот Обращаю Ваше Внимание Как Он Говорит Мироззерцания Не Мировоззрения А Мироззерцания И Я Когда Теперь Вот Читая Новыми Глазами Я Заметил Что Ленин Говорит Мироззерцания А не Мировоззрения Ну Я Сначала Как Обратил Внимание Потом Стал Дальше Считать Про Это Забыл Потом Опять Мироззерцания Что Такое Я Начал Все Читать Повторять Что Там Ленин По Этому Поводу Говорит Оказывается Он Везде Почти Говорит Мироззерцания И Только Потом В конце Концов Я Понял Насколько Это Правильно Что Он Говорит Мироззерцание Почему Потому Что Ленин Пишет Еще До Семнадцатого Года А Что Значит До Семнадцатого Года А До Семнадцатого Года Коммунизе Они Были Гипотезы Потому Что Такой Хоть Энгельс Сам Называл Теория Кстати Чем Отличается Теория От Гипотез Ленин Иногда Называет Не Мироззерцание А Учение Чем Отличается Учение От Теории Я Тоже Ставлю Этот вопрос Вам Подумать Я Конечно Ответ Нашел Подумайте Сами Учение Теория Отличаются Они Чем Небудь Эти Вещи Или Нет Отличаются Да Я Понял Что Ленин Конечно Очень Прав Был Почему Потому Что Он Всегда Чутко Относится К понятиям Чутко Точно Использует Понятия И Он Понимает Что Раз Нет Практики Раз Нет Реализации Гипотезы Она Пока Гипотеза Тогда Была В то Время Поэтому Мироззерцание Как Субъективное Выражение Знания Созерцание Это Раньше Использовалось Вообще В таком Словосочетании Чувственное Созерцание То есть Созерцание Зрения Это То Что Мы Видим Глазами В восемнадцатом Веке Были Там Некоторые Философы Гаван Якоби Гегель Критикует Вспоминает Где-то Своих Особенно В истории Философов Что У них Речь Идет Об Интеллектуальном Созерцании Им Казалось Что Господа Бога Да Такой Вот Религиозный Человек Может Созерцать Непосредственно А Гегелем Объясняет Что Нет Ничего Непосредственного Ни на земле Ни на небе Все Опосредственно Но Я думаю Товарищи Которые Науку Логики Изучают Они Это Уяснили Так вот Когда Мы Уже Выяснили Логику Уже Знаем Более Менее Можем Рассмотреть Какую-то Логическую Категорию Это Можно Назвать Интеллектуальным Созерцанием Или Это Иногда Называют На западе Изучение Этих Категорий Сначала Ты их Поизучаешь Потом Ты сможешь Медитировать Если Ты не Поизучал Ничего Ничего Ты Медитировать Не сможешь Значит Поэтому Ленин Использует Это Слово Миросозерцание Вот В таком Аспекте Что Это Личная Позиция Это Личные Взгляды Это Личное Мировоззрение А Вот Когда Эта Гипотеза Значит Осуществлена В социалистическом Обществе Она Становится Теорией Стало быть Совокупность Теорий Которые Ставляют Учение Да Они Тоже Становятся Учением Теории В собственном Смысле Слова И Тогда И Все Мировоззрение Все Весь Спектр Наук Становится Реальным Мировоззрением Общественно Признанным Миросозерцанием Ну И То Значит Еще Ну Две минуты Две минуты Все-таки Это тема Такая Наша Сегодня Близ Для людей Не только для нас Для 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 слушателей Что Одного Раздела Мировоззрения Все-таки Не хватало И Чтобы Было Это Яснее Дам Скажу Определение Мировоззрения Которое Я считаю Отражает Суть Дела Мировоззрение Это Общественно Признанная Система Учений О природе И Обществе Имеющая Единое Основание Когда Мы Имеем Систему Таких Учений И На Едином Основании Мы Имеем Дело С Мировоззрением Если Нет Системы Или Нет Учений Да Или Нет Единого Основания Никакого Мировоззрения Нет И Основания Стало Быть Они Тоже Общественно Признаны Поэтому Мировоззрение Религиозное Имеет Основание Религиозное Вон Оно Идет Откуда Или Скорем Энгель всегда Говорит Наше Мировоззрение Или Ленин О Марксе Его Позиция Материализм Идущий Из Древности И Даже По-новому Прочитал я Материализм Импирикризм Обратил Внимание Еще Статья Кстати Вот Этой Апрельской Конференции Что Ленин Рассматривает Материализм Импирикризм Теорию Истинной Не Как Свою Ее Выдают А Говорит Что Это Теория Материализма То есть Он Только Вот Тут Рассказывает Какова Значит У материалистов Теория Познания Почему То Что Он Вписан В Материалистическое Мировоззрение И Теперь Речь Идет О Новой Форме Материалистическое Мировоззрение Которое Продолжено На Общество О Природе Материалистическое Мировоззрение Давно Разработано А Об Обществе Это Акстреле Марксе Стало Как раз О Природе То Даже И В Семнадцатом Году Не было Почему Потому что Разработка Энгельса Философии Природы Она Была В рукописях Только Опубликованном В Советском Союзе В Двадцать Пятом Году И То Конечно Этого Мало На Сам Деле Оно Начало Развиваться Как раз В Советском Союзе И Действительно Многие Естественники Вооружившиеся Методологией Марксистой Марксистской Конечно Взялись За Естественную Науку Поэтому И Был Рассвет Науки И Техники В Советском Союзе Значит И До Войны И После Войны Ну И Конечно Тема Большая Важная И Благодатная Но К сожалению Значит Времени Бало Поэтому Решите На этом Закон Большое Спасибо Александр Сергеевич По Регламенту Вопросы Устные У нас Не Предусмотрены Если Есть Вопросы К Докладчикам В письменном Виде Подавайте Пожалуйста Президиум